Контракт по отлову бродящих собак нужно переписать. К такому выводу сегодня пришли городские депутаты и общественники на рабочем совещании. Напомню, подрядчика, который победил в конкурсе, обвиняли в жестоком обращении с животными. Волонтеры сняли на сотовый телефон, как предприниматель подвешивает псов за задние лапы клетки. И вот буквально через полтора месяца у него заканчивается срок действия муниципального контракта. Чтобы подобных историй не повторялось, договор решили пересмотреть. Например, разделить контракты по отлову и содержанию собак. Тогда животных точно будут сначала проверять на бешенство, а потом уже решать вопрос, цеплять или нет. Но не исключено, что в этом случае контракт обойдется дороже. Отмечу, что весь список поправок депутаты планируют отправить чиновникам на рассмотрение через неделю. Мы будем настаивать на том, чтобы новый контракт, он был близок, я бы назвал его к идеальному, может быть. Так, чтобы исполнитель, который придет на этот контракт, уже он понимал, что он будет под неусыпным контролем и администрации, и общественников.